Международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою, в общем-то, дискредитированную позицию. Чего добивается Россия историей со сбитым Ил-76? Есть несколько вариантов. Итак, что мы знаем о самолете? Во-первых, россияне в любом случае виноваты, потому что они начали войну, и любая трагедия, на их совести. Во-вторых, Генштаб фактически подтвердил, что это ВСУ сбили самолет, что вполне естественно. Военный самолет возле линии фронта, возле военного аэродрома. Абсолютно логичная и легитимная цель. В-третьих, Главное управление разведки Украины подтвердило, что обмен планировался. Но что еще очень важное, говорит ГУР, что, как правило, когда россияне перевозили пленных самолетами, они согласовывали с украинской стороной маршрут, то есть в рамках подготовки обмена. Говорили украинской стороне, что вот в этом самолете летят пленные, поэтому не сбивайте его, если что. Но на этот раз россияне ничего не сказали. О чем это может говорить? Есть несколько вариантов. Первый. Обмен готовился без привлечения авиации. И россияне придумали эту историю после сбития самолета, чтобы перекрыть очередной позор собственной авиации. Об этом, например, свидетельствует сделанный на коленках список пленных от россиян, в котором много фамилий людей, которые уже были обменены. И россияне решили превратить собственный позор в свое информационное оружие. Второй. Россияне готовили провокацию и специально не указали о необходимости обеспечить безопасность самолета. При этом они либо специально слили маршрут самолета через своих агентов, чтобы быть уверенными, что ВСУ его собьют, либо благодаря работе своей разведки, знали, что ВСУ готовят очередную акцию скидок для российской военной авиации. На этот сценарий указывает скорость и синхронность, с которой российская сторона начала работать в информационном поле сразу после падения самолета. Как правило, у них это отнимает гораздо больше времени. Вспомните А-50 и Ил-22. Сколько мы ждали от российского Минобороны? Ни слова! Если это российская провокация, то зачем она им была нужна? Скорее всего, комбинированный эффект. Они пытаются расшатать ситуацию внутри Украины, и их пропаганда очень активно работает. Они видят, что тема пленных очень чувствительна для украинского общества, поэтому решили бить в эту болевую точку. Также, учитывая их внешнеинформационную активность, возможно, эта акция могла быть направлена на то, чтобы сдержать передачу Украине новых средств ПВО, появление которых очень дорого стоит российской армии. Такая себе операция «Мести за сбитый А-50 над Азовским морем». Предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу, Германии, для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, скормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками. Они должны осознать свою ответственность. А депутаты парламентов должны объявить им импичмент. Пилотов наших, военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных ракетами, американскими, немецкими. Какой вывод? Мы наверняка никогда не узнаем, что именно произошло. Война наполнена трагедиями. И чтобы это ни было, мы должны знать, что виноваты россияне. И точно не делать того, к чему российская пропаганда пытается нас подтолкнуть, вносить смуту в собственные ряды. Нужно сохранять единство и знать, кто враг Украины. Коварный, беспринципный, жестокий и сильный враг. The intensity of Russian shelling on the Kharkiv region is directly related to the increased number of military transport aircraft, including IL-76, that have been heading to Belgorod airport recently. Taking this into account, the armed forces of Ukraine will continue to take measures to destroy delivery means and control the airspace to eliminate the terrorist threat, in particular, the Belgorod-Harkiv direction. До Российской Федерации летел некий военный транспортный самолет, и он был сбит. Возможно ли, что на нем везли военно-пленных? В теории. Очень сомневаюсь, почему. То есть в теории возможно, но сомнительно, потому что само Минобороны России сообщило, а это я прочитал и в СНН, и еще где-то, что там было 6 членов экипажа, 3 сопровождающих лица и там сколько-то вот этих военно-пленных. Вот это 3 сопровождающих лица, что на 60 с лишним пленных, 3 охранника, мне показалось странным. Вот я абсолютно человек, который ни разу не летал в качестве ни пленного, ни охранника, ни вообще на военно-транспортном самолете. Мне показалось, здесь нестыковка. Прямо вот мне показалось. И вы знаете, прошло полчаса, как человек написал украинский, который летел на самолете в качестве военно-пленного, украинского смысла. Что когда их было сколько, то их охраняло там 15 человек, что-то такое. То есть мне сразу тоже, как, почему 3? 3 охранника на 60 с чем-то, которые сейчас захватят этот самолет, и вообще что с этим будет, это непонятно. Уже сомнительная история. Вторая сомнительная, что меня вызвало, большие сомнения, почему меня вызвала сомнения версия Министерства обороны России, что что-то с ней не так. А почему они так быстро вот все вот это раскрутили настолько, что уже Государственная Дума Российской Федерации посылает запросы, значит, в парламенты Германии, США и что-то еще Франции, чтобы они вынесли импичмент своим президентам и премьер-министрам в связи с тем, что немецкими ракетами и американскими это сбито. Какая-то, короче, подозрительная суматоха в России, я бы так сказал. Четыре часа произошло после того, как упал самолет в Белгородской области. Четыре часа. Слушайте, когда у них под Москвой упал их Пригожин, у них больше часов заняло сказать, что это вообще упал самолет и что это упал Пригожин, которого они сами сбили. А тут четыре часа и уже Маргарита Симоньян публикует списки тех, кто на этом самолете. Помните, список самолета Пригожина опубликовали позже. И заметьте, совершая при этом военное преступление, потому что запрещено опубликовать персональные данные военно-пленных. То есть они найдут на какие-то очень странные, слишком поспешные, мне кажется, шаги. Что они заметают, какие следы, чего я не знаю. Продолжение следует...